Поборы в школах и детских садах стали темой обсуждения очередного круглого стола Общероссийского народного фронта. Проблема эта не новая. Ежегодно родители сталкиваются с так называемой добровольной помощью школам. Правда, добровольная она только на словах. Вот в этих квитанциях даже сумма вписывается в карандашин, потому что предполагается, что родитель может заплатить больше и вписать сумму какую-то другую. Вот так сложилось, что наш исполком и один из сопредседателей, ну как молодые родители, все это испытали на своей собственной шкуре, что называется, и вот как-то находятся в таком состоянии иногда даже недоумения. И таких случаев немало, однако, по словам участников дискуссионной площадки, как правило, родители платят, опасаясь учительской мести. За педагогическое сообщество высказалась председатель профсоюза работников образования. Почему учитель отвечает за государство? Надо сегодня перед президентом поставить этот вопрос. Он берет, он же и себе гладет в карман. Он работает на ребенка, он работает на школу, он работает на образование, на государство в конечном итоге. Почему учителя называют поборником? Вопрос коснулся также платы за группу продленного дня. В руководстве страны уже давно звучат идеи о том, что за продленку, как и за обучение в школе, не должна взиматься плата. Однако, по словам присутствовавших на заседании чиновников от образования, сейчас даже законодательно эта услуга платная. Давайте все-таки очень четко на этом форуме выясним и расставим все точки над «и». У нас эта услуга в дальнейшем платная или бесплатная. И попросим министерство все-таки довести, не уточнить, они уточнили свою позицию, довести дело до конца, и тогда эта услуга должна стать бесплатной. Пока я присоединяюсь к Надежде Николаевне, все обвинения руководителей по поводу того, что они поступают неправомерно, они не обосудованы. Уже совсем скоро под председательством президента страны пройдет масштабный форум о качестве образования в России. Возможно, он станет отправной точкой для найдения порядка в отрасли. На местном уровне проблема пока не решаема. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.